Всем добрый день! Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас с утра уже на своём канале, потому что сегодня с утра я по делам оказалась в районе Таганской. И, конечно же, я не могла не снять вам что-нибудь интересненькое и не посмотреть сама что-нибудь для меня интересненькое. Поэтому я приглашаю вас на прогулку. Я иду по Гончарной улице, и здесь есть несколько домов, которые я бы хотела вам показать. Потому что, повторюсь, опять же, я всё время говорю в своих видео. Я уже снимала Гончарную улицу, у меня здесь было несколько видео. Но вот я решила здесь прогуляться, поскольку я здесь по работе. Я говорила и говорю, что даже гуляя по одним и тем же местам, по одним и тем же улицам, если ходить сто раз, всегда можно найти что-то интересное. Того, чего не замечал раньше или, может быть, не знал о том, что это какая-то достопримечательность или просто проходил мимо, не видя вот так вот глаза в пол. Поэтому, каждый раз, проходя по одной и той же улице, я теперь уже, когда стала снимать, стала внимательней смотреть по сторонам. А если я иду куда-то по работе или по каким-то там делам, я стараюсь всегда посмотреть что-то, что есть рядом интересное, что можно посмотреть, поснимать и вам показать. Кстати, что касается Гончарной улицы, то название ее говорит само за себя. Здесь раньше располагалась Гончарная Слобода, и в 16 веке огнеопасные производства стали выселять за Яузы, и в числе прочих ремесленников сюда попали и гончары. Место для таких производств было невероятно удобное, так как Швивая, или как ее называют, Шивая горка находится у места впадения Яузы в Москву-реку, и в плане пожарной безопасности здесь по тем временам царила полная гармония. Сама Слобода до наших времен не дошла, но и сейчас вот на Гончарной улице есть много интересного. Итак, вот перед нами четырехэтажное здание. Оно находится сразу, вы видите, возле здания высотки на Котельничественной набережной. Это адрес улицы Гончарная, дом 1. Это бывший дом кооператива РЖСКТ «Шерстяной работник». Фабрика «Шерстяной работник». И было это здание построено в 1929 году, в 1929-30 годах по проекту архитектора Гохблита. Вы знаете, очень долгое время, когда я здесь приходила снимать, это здание было обшарпанным, бежевого цвета, как я уже сказала, обшарпанным и как будто бы нежилым. Сейчас, я вижу, его привели в порядочек, вставили хорошие окна пластиковые, облагородили цвет, побелили, покрасили, все сделали, балкончики, здание стало смотреться как новенькое. Здание долгое время было нежилым. Такие здания обрастают различными слухами. И один из таких слухов, даже мифов, наверное, это о том, что здесь находится под землей какая-то там очень секретная станция метро для... Вообще подземная станция для российского президента. Ну вот, такие вот невероятные вещи говорят. Хотя дом вроде как жилой, ну, в смысле, конструкция дома жилого дома, но вот никогда не видела, чтобы здесь, чтобы здесь как бы что-то было живое. Ну вот, тем не менее, вот такой дом стоит... Видите, какой контраст между вот этой вот такой помпезной сталинской высоткой и вот этим вот домом. Это еще, он сейчас отремонтирован, а вот когда совсем недавно он еще стоял обшарпан, такой какой-то угрюмый, мрачный такой, вот вообще жуть. Ну, это начало Гончарной улицы, первый дом на этой улице. Ну и здесь же по соседству есть еще один дом. Вот он. Это главный дом городской усадьбы Бордана Карловича Мильгаузена, врача. Ныне оно считается памятником 18-19 веков, причем в основе строения лежат палаты 17 века. Характерная деталь дома – ротонда, вот такая полукруглая, выходящая в сторону сталинской высотки. Из-за перепада высот она вышла на этаж, хоть и полуподвальный, выше, чем противоположная сторона дома. Так, интересно, сконструирован дом. Видите, тут таким вот углом, вот здесь вот, потом там ротонда, а с другой стороны просто гладкий, длинный, обычный дом. Сейчас я вам покажу его со всех сторон. Давно меня вот эти первые домики возле высотки привлекали. Я объясню, почему. Потому что на фоне высотки, видите, здесь все это смотрится таким маленьким, невзрачненьким, несмотря на то, что здесь тоже много памятников архитектуры. Ну, имею в виду зданий. Вот видите, с этой стороны он абсолютно гладенький, прямой такой домик. Я здесь долго гуляла, плутала, между... Я потерялась в этих дворах высотки здесь, потому что я искала здесь пятерочку, хотела посмотреть, как выглядит пятерочка в этой высотке, в помпезной высотке, такой магазин. Потом я искала этот кинотеатр. Вот, ну, в общем, все нашла, но поплутала здесь. Двор очень большой, с прогулочной зоной, с площадками, с лестницами. В общем, можно потеряться. Ну, и здесь же еще одно интересное здание, которое я снимала. У меня было несколько видео отсюда, из музея русской иконы. И, на самом деле, музей очень интересный и абсолютно бесплатный. Здесь несколько этажей, и просто на одном дыхании все это проходится. Очень красивое внутри здание и очень интересное, действительно интересное. Дом, что касается самого дома, то дом был построен архитектором Митковым в 1883 году, когда участком владел купец Грачев. А в 1913 году, когда домовладелицей была уже Емельянова, строение было надстроено и перестроено по проекту Поликарпова и стало доходным домом. Несколько лет назад один очень хороший человек, бизнесмен, меценат, выкупил это здание и образовал, открыл здесь музей иконы. Вы знаете, этот человек, к сожалению, университетский погиб, но вот дело его, вот вы видите, живет, и он завещал здесь вот это все свое, весь свой труд, вот это все свое дело, и музей, как и при нем, так и уже после его гибели, работает абсолютно бесплатно. Я очень-очень рекомендую этот музей к посещению. Очень. Просто восторг. Правда. Приходите, не пожалеете. Это на Гончарной улице находится тоже. В начале Гончарной улицы. И еще один домик уже из деревянной Москвы. Мне бы хотелось вам показать. Это особняк Филевского на Гончарной улице. Такой одноэтажный дом находится на углу с Рюминым переулком и является редким образцом деревянного зодчества на территории современной Москвы. Этот особняк возвели в 1872 году и еще дважды вносили изменения в его декор фасада. В 1880 году и в 1899 году. Заказчиком стал купец Яков Степанович Филевский. Автор проекта – зодчий Василий Егорович Сретенский. Деревянный дом был поставлен на каменный цоколь с полуподвалом. Изначально был оформлен в русском сельском стиле с резными наличниками, ажурным рисунком, карнизной части и оригинальным двухскатным навесом над парадным входом. На крыше были установлены слуховые окна. Надо сказать, что при верательности этому дому создают два, казалось бы, взаимоисключающих фактора. Это простота форм и притягивающая взгляд элегантность узорчатых линий объемной пропильной резьбы. Следующими собственниками особняка стала купеческая семья староверов Рахмановых, которая, как и прежний хозяин, очень так трепетно относилась к традициям русского зодчества, а потому каких-либо изменений в оформлении наружных фасадов дома не производила. И, к счастью, в советское время дом уцелел и сохранил свой облик, и дошел до наших дней практически в первозданном виде. Ну, вот и все, что я хотела вам сегодня показать, рассказать об этих нескольких зданиях, которые находятся на Дончарной улице, улице в Москве, в районе Таганской. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо. До свидания. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!